хуян ди я наш не стоит пробовать вот видите венгерская горькая какая-то не знаю что это даже количество блогеров на квадратный метр просто зашкаливает наверное это рекорд пока да да сегодня до рекорд ох ни хрена себе такой дедушка сушен попробуй углу нормально да привет всем зрителям и подписчикам моего канала ну что ж друзья заканчивается карантин и потихоньку открывается рынки и барахолки сегодня я буду писать этот выпуск для вас делать не один у меня в гостях александр с канала лавка удовольствий привет всем привет ребят что сегодня ждет что каких бы находок хотелось бы до каких пошли посмотрим вообще что люди выставили и у меня есть свои планы что купить сейчас покажем идем что друзья пойдемте а есть что-то интересное по украине браки какие-то или редкие года у вас со второй бублики попадаются 25 копеечные знаешь уже если не прочь его на и публике домой меня жена выгонит там есть три разновидности у меня на канале есть видео там где три разновидности и из них одна прям там дорогая вот в гривну в 92 году так бы найти я бы порадовался а сколько здесь денег 100 гривен я кстати сейчас новых вообще у меня 19 года ни одной юбилейки нету 20 тоже нету да да тебе вот эти вот интересно да такие один играл везде конечно вот купил на барахолке видишь хорош так ну что отведи меня где-то купил мне тоже надо затариться скажи пожалуйста а что вот на что ты обращаешь в первую очередь внимание на статуэтки или вот на какие-то монеты или вот вот что тебе прям приковывает в внимание мне мне нравится статуэтки это первое на чем я зарабатываю это самовары то есть я их ремонтирую и у меня очень много людей которые их покупают для пикников для рыбалок сейчас это модно прямо по назначению использовал они обязательно не как антикварный какой-то продукт антикварный продукт для этого надо очень хороший самовар выцепить а с тем что люди сам знаешь приходят сюда в 4 утра и ждут первых бабушек которые раскладываются чтобы выхватить какие-то вещи то ты его просто не схватишь физически ценеру что можно лата и года родной краски я даже не знаю что они краситься ох ни хрена себе такой дедушка сушен бобровой ого нормально да сколько он весит килограмм 2 наверно да больше даже что ты прямо и сколько денег такой вот такой вот вид гляньте на город харьков на старый город харьков вот вот здесь вот у нас барахолка да вон там александр лавка удовольствие снимает часть и вот гляньте какая красота сегодня погода отличная дождя нет и мы гуляем папа барахолки смотрим что тут интересно пока выбор маленький ну потому что будний день конечно выходные дни гораздо гораздо приятнее посмотреть что-то поинтереснее вот долин этот самовар стоит раза дороже чем вот рядом стоит банка вот этой формы и вот а вот груша вот стоит это тоже самовар подарочные у него редкие по бокам хватки видишь ручки они такие витые необычные витые то есть это сразу видно что этот самовар даже в те времена могли позволить себе только богачи задекорирован типа красивый подарочный вариант а вот это конечно красотинка каретная ой каретная говорю бег макарёк трактирная каретная как он нагревается натапливается такой самовар как как-то работает вот сюда вот бросаются шишки либо угли либо дрова все что хочешь можно растопить чем угодно а внутрь из кожи заливается вода и она кипит и потом с краника просто наливаешь ух ты ну то что такое куда это в коридор видишь как она крепится на болт думаю что это была какая-то может часы можно к чему-то крепилась может крепиться к чему угодно может что можно сделать например прикладном формате дома от вешалки до статуэтки спокойно да да просто что попугай это уже счет ну как бы я думаю что это более современная какая-то тема был бы какой-то совал или орел наверно сова да а этот скажите извините что приказ 300 до корреку такой 300 гривен это неплохая цена стоит я тоже продаю такую цену но мы же хотим дешево сколько такой боксер вот даже по подставке а из чего не лапунные а сколько вездеход атака 400 ковш есть работка почем прогулялись по рынку очень мало и сейчас было людей мало вещей интересных но сейчас заедем в более интересное местечко так что продолжайте смотреть помчали ну что вы поехали в другое местечко где думаю побольше интересных антикварных вещей и ну что заходим украстью заходите ну что много всего может быть узнаете этого парня до давал какая самая дорогая статуэтка самая дорогая статуэтка самая ценная статуэтка вот это вот называется лампочка ильича это статуэтка напротив еще стоит женщина с двумя детьми смотрят как он вкручивать первую лампочку вот эта статуэтка стоит порядка двух тысяч долларов пара вот есть статуэт они соединены как-то нет вот они просто оппозиция называется а так статуэток очень много ну вот такая вот пять тысяч гривен есть статуэтки которые вот пионерки такие так как это агитационный фарфор эти статуэтки стоят и какой завод тысячи ленинградский фарфоровый завод лфз а из украинской тематики какая какие статутки самые дорогие киев весь дорогой вот старый киев тысяча гривен у насколько дорогой средний дорогой а как год 70 60 разные надо разные клейма разные и цены разные соответственно алкогольные напитки они чем ценятся они же уже несут какой-то несут 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 не есть такие которые реально люди пьют я просто не не рискнул есть водку пьют говорят градус потеряла но есть народ но вкус советского союза да да может быть это морально просто ну конечно вот какая самая дорогая бутылка из хуянди я наш не стоит пробовать вот видите венгерская горькая какая-то не знаю что это даже вот ветка мы все делители перчатка боксах бокс все бокс самая популярная тема все что связано с боксом то ли это кослийская летел то ли это статуэтка то ли это значок это разметают в первую очередь все что связано с боксом очень много людей коллекционируют так друзья ну здесь как вы видите это что у нас это монета украины наша любимая тема десятки уже есть в продажи продажи конечно можно приходить их очень дорого брать очень дорого но есть все что угодно главное ассортимент они по сортимент если такие совсем видов любые любые и ну что тут радует твой глаз на этой витрине наверное больше самого наверно кружка лавка кружки какой год у нее анти класс еще 800 2020 тысячи мы слушаем да интересно интересно их хорошем состоянии главное да да сохранились охраны прям как это циркулает это если бы это была монета но в брюх это чекан улучшена ну чекочка тоже неплохая так что то мы продаем чашки ладно ссылка будет в описании где можно купить а в самовар что по этим самоваром скажешь какой тебе радует больше и вообще радует вас вот этот самор называется шарик это самовар козловский вот видишь у него клеймо козлова 0 и этот самовар называется тет-а-тет почему он так называется потому что это для влюбленной пары на 4 чашки чая то есть для свидания этот самовар даже в те времена стоил дорого то есть если вот мы возьмем банку который я показывал на улице да то есть обычная форма то этот стоил гораздо дороже потому что это просто престиж как бы дорогая и вот один идиот ему принес сдать на металлолом а второй идет проверил в топором что это действительно медь и вот я его полностью реставрировал новый краник тот уже успели сдать то есть просто его вытащил реанимировал как он работает то есть он заправляется на дрожжки дрова туда внутри забрали угли угли угольный самовар называется а растапливаешь чем хочешь можешь разжечь его а потом добавляй туда все перегорит сколько стоит конкретно этот 10000 гривен и самовар каретный это самовар который походный те люди которые путешествовали брали его в карету с собой сейчас я пойду покажу как он прикол его в том что этот самовар он полностью разбирается его нужно раскрутить кран раскрутить ножки убрать и в чем его ценность это в том что очень мало сохранилось детали все растерялась то есть чтобы были родные ножки это большая редкость вот такой самовар сверху кружечка не она кружка это моя это кружка это моя хендмейд вот такие вот вещи это лавка удовольствие на тоже только первая версия да это первая версия это подороже это youtube канал был основан в 1889 году в 1870 я уже получил 100000 подписчиков вот у меня клеем хорошо класс супер спасибо по саморам интересно по монетам украины что тут такого прям супер редкого у тебя грины 92 вот у меня супер редкая это лена нашла монету это в обиходе вот этот значит сейчас попробуем 25 копеек она пережила тоже купил за 25 копеек в обиходе так это же прям удорожает ее стоимость до труды все такое да ну вот там фальшички есть 31 меня есть тоже нашла парочки донецкий фальшаками сюда да есть вот такие вот монетки где 31 ли наделась а я сюда где-то положил сколько рыночная цена 25 копеек у вас рыночная цена 100 долларов она стоит в районе 1000 гривен но лени уже подписчик предлагает за нее 100 долларов она сказал нет ее нашла сама и отдавать ее не буду вот так а он горит я готов купить только у тебя вот такое друзья бывает редкие монеты украины можно найти в обиходе так что перебирайте свои копилки смотрите я покупаю также такие монеты такие как 25 копеек 95 года 96 год 50 копеек с мелкими крупным гуртом 95 год 1 гривны но и другие ссылочка на мой telegram будет в описании пишите а сейчас я покажу вам 10 гривен монетой вот так вот я их раздобыл и уже в следующем видео я заплачу этой монетой на улице города харькова так что пишите в комментариях где именно мне заплатить я реализую самые интересные идеи те комментарии которые наберут больше всего лайков и будем реализовывать ну что ж поддержите это видео лайком если вам оно понравилось и до встречи в следующем видео пока